В целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением тонированными автомобилями, светопропускаемость стекол, которых не соответствуют требованиям ГОСТа, сотрудники госавтоинспекции совместно с членами общественных советов при Краевом главке и Управлением ВД России по городу Краснодару провели профилактические рейды в Кубанской столице, Новороссийске, Темрюке и Анапе. В рамках мероприятий сотрудники ДПС проводили замеры светопропускаемости пленки при помощи специальных приборов. Если тонировка не соответствовала нормам ГОСТа, водители привлекались к административной ответственности по части 3.1 ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Полиция Кубани напоминает, что в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов и покрытий, ограничивающих обзорность места водителя. По ГОСТу лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%. При отказе устранить нарушения на месте водителю выдается предписание, согласно которому он будет обязан растонировать автомобиль. Представитель общественного совета при Главном управлении ВД России по Краснодарскому краю Аэлита Араянс отметила пользу проводимых сотрудниками полиции мероприятий. На дворе осень и сокращается световой день, поэтому, на мой взгляд, очень важно уделить особое внимание именно вопросам тонировки. Лобовые стекла, боковые стекла, если они затонированы, сильно снижают видимость, что потенциально можно привести к дорожно-транспортным происшествиям. Подобные рейды проводятся на территории Краснодарского края на постоянной основе. Продолжение следует...